Студенчество Конкурс поступило 565 заявок из 18 городов Татарстана. Всего конкурс состоит из 13 номинаций и самой главной номинации Гран-при. Казанский федеральный в этом году представит 8 человек и 10 организаций, которые попытаются сделать все, чтобы стать победителем в своей номинации, ведь они упорно шли к этому. Мы на данный момент являемся одним из крупнейших студенческих научных обществ России и мы проявляем активное участие во всех проектах, которые вообще проводятся в принципе своем. И студент года это одна из площадок, на которой мы можем себя реализовать и показать наши достижения, то как мы работаем, как упорно мы работаем и какие же наши результаты в конце концов. Мы очень рады оказаться на одной сцене с молодыми людьми, которые являются активами республики Татарстан, которые создают интересные новые форматы. В том числе мы рады представить наш проект, мы рады взаимодействовать с другими организациями, мы рады вовлекать большее количество студентов, популяризовать науку, а также продвигать образ молодого ученого. На протяжении ноября и декабря члены жюри премии «Студент года-2016» посмотрели портфолио и сформировали список студентов, прошедших в очный этап премии. В этом году самыми популярными номинациями стали «Интеллект года», «Общественник года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и «Гран-при». В 2011-м я еще не поступил в КФУ, но я уже знал про «Студент года» и про номинацию «Створческая личность года», я уже знал, и я уже примерно хотел, чтобы выиграть эту номинацию, честно говоря. В том году я тоже участвовал, дошел до финала, тогда выиграл Тимур Исмаев, всеми любимый КФУшник, громкий ребенок работает у вас. А в этом году снова участвую, снова прошел суперфинал, вот скоро меня ждет новый этап, надеюсь, я победю в этот раз. Финал 12-й по счету республиканской премии стоит 25 января, во Всероссийский день студенчества. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс.